Маленький мастер-класс Вы можете посмотреть видео, в котором я показывала, как я шила куклу Тильду в красном платье. А также вы можете посмотреть, как я делала волосы для куклы Тильда из шерсти для валяния. И совсем недавно я выложила еще один такой маленький видео-обзорчик моих тканей, которые я покупала и которые я использую исключительно для шитья этих кукол. Если вы эти видео еще пока не смотрели, ссылочки будут в описании, а также они будут в самом видео, можете посмотреть. Так, если вы смотрели мой видео-обзор ткани, то вы видели, что одна из тканей, которые я покупала профессиональные для шитья Тильд, вот такая вот ткань цвета, я не знаю, как это правильно сказать, цвета терного, наверное, шоколада. Или цвета, ну, почти что венге. Ну, будем считать, что это цвет такого темного шоколада. Как я уже говорила, я покупала эту ткань, просто вот маленький такой небольшой кусочек для пробы. Я подумала, что может быть все-таки шить какую-нибудь там, ну, негритяночку, африканочку. Ну, африканочка Тильда. Я не знаю, есть ли такие Тильда или нет, но будем считать, что такие есть и у меня не такие будут. Так, вчера, значит, что я сделала? Я открываю кусочек небольшой, вот на такой двойной. Ну, то есть совсем маленький сантиметров, наверное, 50 здесь получается. Я уже вчера взяла, вот так вот, правда, какое-то вот искажение небольшое съемки этой ткани, но я все равно постараюсь вам вот так вот показать. Я вчера, значит, взяла те такие вот маленькие, у меня есть кусочки кукол Тильд, мои такие схемы для Тильда. Я их уже начертила на ткани, начертила заранее, чтобы потом вам показать. Руки, две ноги и тело. Значит, вот чертила я вот таким вот карандашом, который называется Дресс Мейкинг Пэнс. Вот такой вот беленький. Я на самом деле не знала, как можно чертить, не знала, чем вернее чертить изначально вот на такой ткани. Она очень темная, поэтому те маркеры, которые у меня есть для канвы, допустим, они здесь, естественно, не подходят. Поэтому я прочертила, начертила вот таким карандашом. Конечно, я очень надеюсь, что когда я руки, ноги выверну, там тело, не будет с изнаночной стороны ничего виднеться. Такое иногда действительно бывает. Но я надеюсь, что такого, конечно, не будет, потому что я думаю, что когда я все-таки сошью, мне не придется это стирать, чтобы вот смыть этот карандаш. Так, значит, у нее будет все как обычно. Длинные ноги, руки. Одна рука у меня будет просто прямая, а другую я хочу, по идее, согнуть. Но я пока не знаю, получится у меня так сделать или нет. Я очень долго думала, какой, значит, цвет одежды ей выбрать. Пока, пока я остановилась вот на таком цвете. То есть платье я хочу сделать такого цвета. Я, конечно, не знаю, насколько... Сейчас я немножечко вот так вот отдалю, чтобы вам показать. Возможно, просто потому что африканки, вот от африканочки, там, негритяночки, они носят, ну, как бы одевают такие платья, немножечко других расцветок. У меня просто таких расцветок нету. Возможно, конечно, я еще передумаю. Но я, скорее всего, буду шить для нее платье. Это, конечно, пока ориентировочно. Как я вот думаю. Я хочу, наверное, шить платье для нее. Какое оно будет, я тоже пока не знаю, потому что пока это мои задумки. Я сейчас все вот это вот уже начертила булавочками. Уголочками, булавочками. Я это все уже вот так вот сколола. Значит, я, значит, в ближайшее время это все прошью и выверну. Вот. Тогда я буду снимать еще один маленький кусочек видео, потому что весь этот видеоролик, как обычно, будет смонтирован из-за маленьких видеороликов. Потому что отснять полностью весь свой процесс, это получится очень-очень-очень долго. Поэтому я буду поэтапно все снимать. Значит, прошью и, наверное, выверну. А может быть, я не буду выворачивать. Покажу, как прошила. Я подумаю, какой у меня будет следующий этап съемки. Но ориентировочно так. Когда я прошью, я уже это видео сниму. Покажу вам, чем я буду набивать. Но это все, как обычно, холофайбером на силиконовой основе. Вот. И мы с вами тогда увидимся чуть-чуть попозже. Надеюсь, то, что у меня неправда не возникнет никаких проблем с тем, что вот будет просвечивать вот это. Ну, хотя навряд ли. Наверное, это не будет, потому что он... Вот здесь его не видно. Значит, наверное, ничего видно не будет, и я зря расстраиваюсь. Какой цвет волос я пока еще не знаю. Может быть, я и волосы буду делать. Я не знаю пока. Хотела бы, конечно, какие-нибудь косички сделать. Но это тоже пока все под вопросом. Так, ну что. Я с вами не прощаюсь. Но нам придется с вами немножечко прерваться. А мне проследовать к швейной машинке и начать шить. Увидимся чуть-чуть попозже. Значит, я все кусочки тела аккуратненько прошила. Но я вывернула еще не всю. Ну, вот так вот выглядят прошитые кусочки тела. То есть у меня осталась одна рука, одна нога. Вот так вот я прошила. Аккуратненько по краям я обрезала. Значит, чуть попозже это я выверну. Вот, например, я вывернула ножку. В общем, то, чего я боялась, что будет виден карандаш изнутри. Ничего такого нету. Все нормально. Гладить я не буду, когда я буду набивать холофайбером. Все вытянется полностью. То есть все натянется и будет все красиво. Хорошо. Сейчас это, конечно, выглядит не так красиво. Так, тело я тоже вывернула руку. Одну руку я хочу сделать прямую. Другую хочу сделать немножечко, как будто она его согнула. Так, здесь вот лежит моя куколка в бумажном, так сказать, варианте, которую я всегда кладу на ткань и обвожу. Мне она очень нравится, потому что ноги у нее получаются не очень тонкими. Мне не нравится, когда ноги тонкие у тильт, потому что, ну, мне очень тяжело их выворачивать. Вот такой палочкой я буду набивать. А вот он мой холофайбер с силиконовой основой. Очень, ой, силиконовой основой. Очень мягкий. Я постоянно с ним работаю. Мне очень нравится. Значит, сейчас я выверну остальные части тела и начну их набивать. Так, и, значит, следующий видеоролик, который я буду снимать, наверное, когда моя кукла уже будет, так вот, скажем, относительно готова. По крайней мере, все ее части тела точно будут набиты. Я не знаю, буду ли я сшивать их, прежде чем показывать или нет. Но я думаю, здесь и так все будет, в принципе, я думаю, понятно. Самое главное пока подготовить куклу, полностью ее набить и сшить. Но ноги, я говорю, вот по этим, у этих вот кукол, которых я шью, вот я выворачиваю, господи, рисую. Вот она нога. Здесь она выглядит какая-то не такая вот красивая, но все равно длинная. А когда ее сошьешь, когда ее набьешь, ноги получаются, ну, очень красивые. Мне очень нравятся вот эти вот схемки кукольные или как это правильно называется. Так, ну что, я сейчас пошла выворачивать, пошла набивать. И мы с вами уже увидимся, когда моя кукла будет уже похожа на куклу. Так, куклу я, значит, сшила. Мне нравится, как она получилась. И получилась она достаточно у меня красивой. Сшила, ну, вернее, набивала я ее без проблем. Ноги у нее длинные. Ну, по фигуре она, конечно, такая же, как те тильды, которые я сшила раньше. В этот раз я только немножко ноги по-другому подшила. Поэтому, когда она у меня будет стоять, она не будет туда-сюда сгибаться. Потому что раньше, когда я шила, я брала одной строчкой вот здесь подшивала. Она сюда могла согнуться или сюда могла согнуться. Ну, в общем, мне очень удобно. В этот раз я так не сделала. Так, значит, тут ткань... Хотя я правильно, кстати, что так не сделала. Мне нравится так даже больше. И каких-то проблем в подшивании ног, подшивании вот именно с одной стороны, с другой стороны. У меня ничего не возникало. Но мне нравится, как они получаются. Как мои, собственно, все те тильды, которые я сшила раньше. Значит, ту ткань, которую я вам показывала в самом начале, я ее не буду использовать. Я выбрала другую ткань. Все ткани, как вы помните, у меня из Китая. Поэтому рисунки у них одинаковые, а цвета у них разные. Поэтому, собственно говоря, ничего я не потеряла. Вот такую ткань я буду использовать. Вот, кстати, что я хотела еще показать. Вот так вот я немножечко нарисовала, как будет выглядеть мое платье. Я надеюсь, то, что вам видно. Но рисовать я не умею. Спереди я хочу обязательно сделать разрез, чтобы было видно, какие у нее ноги. Ноги у нее действительно красивые. Ну, вот так вот, простенько. Рисовать я, честно могу сказать, я не умею. Поэтому показываю вам, ну, просто как вот смогла, так и нарисовала. Ну, я думаю, что все будет очень даже красиво. Так, значит, чуть-чуть я вам попробую не так. Я просто первую ткань, которую я взяла, немножечко вот так вот прикинула. И мне показалось, что нет. Блин, она не подходит. Просто вот пока я закрепляю иголочками ее ручки. И показываю. Ну, конечно, я здесь буду, естественно, подшивать. И вот здесь вот. И шов у нее будет у платья сзади. Ну, что-то примерно вот так вот у нее будет. Ну, конечно, немножко, может, вот так вот по-другому я сделала. Я посмотрю, я пока не могу точно сказать. Ну, как-то вот так вот она у меня будет. И сверху у нее тоже будет, естественно, как бы грудь, руки немножечко закрыты. Так, самый важный момент. Волосы. Волосы для волос нам понадобятся обычные ниточки мулине. Обычные хлопчатобумажные мулине черного цвета. Вот такие самые тоненькие палочки надо взять. Как обычно мажем каким-то средством для укладки. Муссом, там, пенкой. Как следует вот так вот накрутили, сняли, разобрали. Потому что здесь 4 у меня нитки было на этой палочке. Собрали, сколько вам надо. Вот так вот мы возьмем, пришьем и все. И вот такие волосики у нее получатся. Мне кажется, получится очень-очень даже красиво. Насчет украшения. Обычный бисер разных цветов. Будут такие вот на ниточках разные цвета бисера. Ну, там подбирайте, как вам самим уже понравится, как вам покажется, что будет красиво. И вот такие волосики. И все просто. Даже проще простого получается. Шерсть для валяния вам не понадобится. Значит, сейчас и в ближайшее время я буду заниматься уже пошивом одежды. И мы с вами уже увидимся тогда, когда моя куколка будет либо почти закончена, либо уже готова. Я с вами не прощаюсь. Мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз решил зайти ко мне на канал, я хотела бы сделать маленькое такое объявление, маленькую ссылочку к этому мастер-классу. Все дело в том, что вчера, когда я монтировала видео, оно получилось длительностью более 20 минут. И мне показалось, что смотреть видеоролик, который более 20 минут, может быть даже ближе к 30 минутам, это немножечко утомительно. И я не хочу вас утомлять длительностью просмотра. И я решила разбить это видео на два небольших видеоролика, то есть на две части. Эти две части я смонтирую в одно время и в одно время, конечно же, их выложу. Ссылочку на второе видео можно будет посмотреть в самом видео, а также я оставлю ссылочку в комментарии. Я надеюсь, что вам будет так удобнее. А сейчас я иду монтировать видео, так что в ближайшее время мы увидимся уже у меня на канале с этими двумя частями моего мини-мини, плюс еще мини-мини мастер-класса по шитью куклы. Увидимся!